Утро на телеканале России продолжает вести Чуваши в студии Вероника Павлова. Здравствуйте. На календаре среда 15 марта. Сегодня руководители министерства и администрации муниципалитетов встретятся с жителями Чуваши в рамках единого информационного дня. Прежде всего, поговорят с трудовыми коллективами, врачами, педагогами, культоработниками. Чиновники объедут различные организации и расскажут, чем весь 2022-й занималось правительство. Какие проекты удалось воплотить, а также поделиться планами на нынешний год. Особое внимание уделят социальной защите населения, расскажут о мерах поддержки многодетных семей и детей. В конце встречи по традиции власти проведут прием граждан и ответят на волнующие людей вопросы. А в Шумурше к разговору приглашают еще и бизнесменов. С ними обсудят вопросы развития туризма и возможности продвигать свою продукцию за рубеж. Предприниматели ждут по адресу улицы Космовского 29 в 10 часов утра. Сегодня в Чуваши стартуют масштабные командно-штабные учения спасателей. Продлятся они два дня. Спасатели будут тренироваться в области ликвидации чрезвычайных происшествий. Например, как действовать при половодье и лесных пожарах, чтобы защитить населенные пункты и социальные объекты. Учения работников региональных МЧС и Госкомитета по делам гражданской обороны завершатся завтра. Сегодня в Минсельхозе республики будут креативить. Там взялись за организацию первого в республике фестиваля ягод. Идея новая, поэтому в профильном ведомстве не прочие мнения жителей республики на этот счет услышать. Собирают их в комментариях в телеграм-канале Минсельхоза. Лучшее предложение рассмотрят сегодня на первой орг-встрече. Идея организовать праздник, посвященный ягоде, поступила от инициативного предпринимателя. В профильном ведомстве мысль восприняли всерьез. Пока концепция фестиваля призрачная, но над ней сейчас активно работают. В программу планируют включить мастер-классы, дегустацию, пригласить ягодоводов республики, поделились планами в Минсельхозе. Надеются, что фестиваль привлечет не только жителей республики, но и любителей ягод из других регионов. Поделиться любимыми направлениями для путешествий и рассказать об этом в фотоформате предлагают школьникам. Российское движение детей и молодежи «Движение первых» запустило для самых пытливых и любопытных конкурс. Для того, чтобы побороться за главный приз в путешествии по стране, необходимо собрать команду, запечатлеть на камеру телефона или фотоаппарата любимые достопримечательности региона, а затем поделиться впечатлениями в социальной сети ВКонтакте. Чтобы организаторы явно не прошли мимо записи, не забудьте поставить хэштеги «РДДМ», «Движение первых» и другие тематические теги. Сделать это желательно до 24 марта. Впрочем, исследовать уголки республики, открывать что-то новое для себя на уже изведанных тропах будет интересно не только юным путешественникам. Жить ярко и интересно можно в любом возрасте. Таковы вести к этому часу. Оставайтесь на телеканале «Россия».